Ну вот, приехали в Тирану, на центральную площадь, где находится памятник Скандербеу, можно Скандербег, здание оперы, еще какой-то театр. А по задумке это должен был быть мавзолей. Что, в бункер попасть, надо по такому туннельчику проехать. От Тирана встречает нас пробкой. Ну, вроде как ненадолго, гугл пишет. Ну вот, приехали в Тирану, на центральную площадь, где находится памятник Скандербеу, можно Скандербег. Ну и больше здесь, наверное, делать нечего, здание оперы, еще какой-то театр. Ну, сейчас пойдем, наверное, к пирамиде, посмотрим, как там. Странная инсталляция какая-то, так как Тиране точно больше 100 лет. Так называемой пирамиде, идем до реки Лана. Больше это похоже на какой-то канал, чем на речку. В Тиране имеется сеть велодорожек, и люди ими активно пользуются. Есть даже вот такая вот приблуда, для удобства ожидания светофора. Велосипедистов тут хватает. Не Амстердам, конечно, но все же, даже солидные мужчины не брезгуют велотранспортом. К пирамиде идет дорожка, мимо какого-то арт-объекта, судя по всему. Тут расположена стена и колокол. А так этот объект выглядит со стороны. Классика. Все в заборах. Так, ладно, сейчас попробуем найти лазейку и подойти к этой раскоряке. Вот, дошли мы до пирамиды. Здесь совсем далеко от памятника Шкендербега. Ну, она такая вот вся сейчас изгажена. Вся забором вот перекрыта по периметру. Сейчас, наверное, не заходили, там не лазили, не калечились. Ну и все. Вот такая вот она. А предполагалось, что это будет мавзолей диктатора Хаджи. Как диктатора звали? Энвер Хаджа? Хаджа. Энвер Хаджа? Энвер Хаджа. Блядь, Хаджа или Хонджа? А по задумке это должен был быть мавзолей албанского диктатора Энвера Хаджи. Ну, не судьба. А при большем желании на него даже можно забраться. По бетонке, но как-то я скользю. Видимо, как-то по-другому забираться. Ну, если есть желание, можете приехать забраться. У меня пока желания нету. Можете скользнуть оттуда. Больше я, честно говоря, ХЗ. Что делать в центре Тираны? Поэтому возвращаемся к автомобилю и едем в бункер. Надеюсь, хоть там будет интересно. Бункер этот находится на самой окраине города. Поэтому приходится ехать вот по таким вот живописным районам албанской столицы. Чтобы в бункер попасть, надо по такому туннельчику проехать. Огонь. Вот мы и приехали. Вот и парковка. Билет в бункер стоит 500 лек. Байкарт? Нет, не кач. А, евро? Еро, да. Мы берем бункер на этот бункер. Один евро с 3 лек. Билет в бункер стоит 500 лек. Здесь также принимают евро. Так что прекрасно. Местных можно не менять. Бабосики. Все, идем в бункер. Ух ты. Прикольная дверька. Закрыто. Что-то тут капает вода, что ли? Таким бульканем, блядь, сколько дверейки. О, вошли. Видимо, здесь заседал. Кто-то. Духами еще и по-моему. Кровать. Это, видимо, апартаменты Ходжи? Да. Прикольно. Душ такой, да? Телефон. А здесь можно поднять трубку и услышать голос Энвера Ходжи. Ничего не понятно. О, караульная. Деревянная. Саперная лопатка. Снаряды. Каски. Отпускаемся ниже. Тоже калейдор. Здесь люди даже есть. Шароват. Шароват. Энвера. А вауэлью любишь, что сказать, вот звериторами лейхи. Написано, там, изображаем. И пошло все, как к классическому савдеповскому музею. Представлены душные экспонаты и какие-то фотки и документы на стенах развешаны. Одним словом, тоска. Ну вот, собственно, радиоузел, что ли. Я же испугался даже. Прямо пошло. В комнате стоит велик. Зачем, к чему, хер пойми. Видимо, вот так вот выглядел школьный класс лет 50 назад. А это просто какая-то зеркальная комната с надписями на зеркалах. Кто в курсе, расскажите. Немножко даже интересно. Нежданчик. Телефин. Телефин адресирует. А эта комнатуха посвящена бункерам. Тут чертежи их и даже вот кульман притащили. Еще тут какие-то коммуникации. Чего-то плохо их видно. Ну и фотографии. Ну, собственно, и все на этом. Вход закрыт. Видимо, лазарет. Снова заходить нельзя. Блин, классический музей. Да. Ничего, не трогай. Никуда не ходи. Не заходи. Еще фотки запретили бы. Так, что тут у нас? Оп. Вот это прикольно. О, пусть можно руками чуть-чуть потрогать. Фильтры. Здесь, наверное, фильтровали воздух для бункера. Идем дальше. Тупик. И обратно. О. О. Упочивальня. Столовка. О, туалет есть. Кстати, туалет. Современный. О. Здесь кинотеатр прям. Класс. В общем, ничего интересного. Можно отзыв оставить о музее. Можно футболку купить. И всякую другую сувенирку. Социалистический дом. Экспозиция. Крутая стенка. Супер телек. Мягкая мебель. А это кухня. Вот так вот. Скудненько. А это экспозиция. Коммунистический магазин. Смотрим, сломай. Еще заставят покупать новый. Похоже, в этот бункер всякое барахло с волокли из окрестностей. Спускаемся еще ниже. Наверное, в пыточную застенку. Ох, как красиво. Рейв хардкор. Ничего не понятно, но очень красиво. Вот еще один коридор. Видимо, на выход уже. Потому что холодно тащится с улицы. И свежестью. Приходится очень сильно нагибаться. О, выход. Все, вышли. Пробежались мы по музею. Музей такой. Два я, копчетию, не оставил. Где-то есть интересные вещи. Например, быт советского людо Албании. А где-то не очень. Ну, будет просто выставлен какие-то фотографии, какие-то письмена. И ничего интересного. По классическим музей трогать нельзя экспонаты. Заходить за оградительным нельзя. Ну, так. Потому что в Тиране делать нечего. А в музей сходить стоит. Видимо, это единственное место, куда стоит сходить в Тиране. Здесь еще можно на канатку подняться. Канатку мы не пойдем, потому что я не вижу смысла. Мы на обзорку поднялись вчера в Дурисе. Новостройки, заброшки. Ничего интересного. Такое. Здесь район такой же пригородный. Там, я думаю, здесь такая же ситуация. Смотреть на город бы нечего. Не такой супергород, чтобы на него смотреть сверху. Все. Уезжаем из Тираны. Обратно мы тоже выезжаем через туннель. Там, кстати, светофор был. Показывал. Можно ехать, нельзя. Мы ехать. Я вот думаю все про этот бункер. Место, конечно, с таким крутым потенциалом. И так неправильно используется. Можно было бы куда интереснее все сделать. А так, слишком как-то скучно. Некоторые экспонаты ради экспонатов. Ну, это вот чисто мое мнение. Ну, вот и все, собственно. Покинули мы столицу Албании, Тирану. И теперь мчим на Шкодарское озеро. В планах глянуть непосредственно на само озеро и покушать на берегу в каком-нибудь нарядном месте. Желательно чего-нибудь рыбного. Приезжаем к крепости Розафа, что в городе Шкодар. В этой крепости мы уже были. И про нее я уже рассказывал. А если вы не видели, то советую посмотреть. Видео по ссылке в описании. Румыния, мне кажется, так же. Хотя Румыния побогаче вроде, да? А вот, собственно, и оно. Озеро Шкодарское. И котейка Албанский нас встречает. Фу. Приехали в село Широкое. Широкое, которое находится на Шкодарском озере. Вот такое отличное большое озеро. Большое. Живописное. Сейчас пойдем в рестик пообедать. Какой-нибудь рыбкой жареной. Эх, местного вылова. В общем, в эту деревню мы зашли в ресторанчик и взялись по рыбному блюду. У меня угорь на гриле. А у Славы карп на гриле. Ну и все. Сейчас будем обедать и в Черногорию. Домой в Черногорию. Неплохой весь мой ресторан. Ну и цены, в принципе, и приемлемые. И угорь неплох. Мне даже понравилось. Хоть и не так много, как хотелось бы. Ну что делать. Но озеро реально крутое. Прям большое. Даже по карте, когда смотришь, прям огромное. Ну а мы, как я уже говорил, едем в Черногорию. Ага. А обратно уже очередь у нас. Из, наверное, машин десяти. И цыгане пасутся. Нет, нет, не дам тебе кепку. Это подарок, нет. Да нет, откуда у меня деньги? У меня все на карте. Все, покинули Албанию. Близи два дня. Что сказать? Наверное, не очень мне понравилась Албания, если честно. Когда вот едешь по дороге вот так вот где-то, в местности, не городской, то это такая смесь, наверное, Кабардино-Балкарии с Грецией. Что-то такое напоминает. А люди, люди какие-то непонятные. Не знаю, не понял я их. Что еще? Что тебе понравилось? Бункер понравился в Тиране. В Тиране-бункер понравился. В общем, с точки зрения туристических каких-то достопримечательностей, ну, Албания скудновато. Крепости. Мы в двух крепостях были. Тут еще одна по дороге есть, третья. Мы туда уже не поехали. В принципе, все одно и то же. Ну, вот какие-то античные развалины в Дурисе были. В Тиране так вообще, кроме бункера, наверное, делать-то больше нечего. Ну, наверное, приехать сюда все-таки стоило. А поеду ли я еще сюда, то, наверное, вряд ли. Как бы такое резюме. Везде все разное, да? Только дети и цыгане везде одинаковые. Только дети всегда дети. И цыгане всегда цыганят. Цыгане всегда попрошайки. Глази под ноги, я вранил на немногом возрасте. В очередной раз. Самый живописный участие начался. Приехали уже вечерний ночной красавец Катор, где проведем последнюю ночь перед отлетом. И сейчас едем сходу парковаться и вписываться в апарты. А вот эта улица, по которой мы что-нибудь здесь. Ну все, друзья. Вот мы вписались в Каторе. Последняя ночь у нас в нашем Балканском путешествии. В общем, у нас комната номер один. Телек. Кровать раз, кровать два. И вот из окна вид такой. Просто в самом центре. Вот это дорожка на гору. Куда мы поднимались-то. Класс. Кондиционер, шкаф, шкаф. Тут у нас кухонный уголов небольшой. Холодильник есть. Вот еще комната. Можно кого-нибудь вписать. Ну, то же самое. Кондиционер, шкафчик. Все по-простому. И... Ну и все. Ванна, туалет, душ. Еще более раковина. Круто. За сутки мы отдали 20 евро. Но у нас еще стоило 18. Плюс еще на полтора евро с человека за городской налог. Итого 20 евро 10 центов. В общем, круто. В самом центре вообще самый сок. В самом историческом центре живем. Вообще класс. Круто. А минус в этих апартах все-таки есть. И воняет здесь плесень. Почему-то с сыростью какую-то. Не плесень, а сыростью. Такую затхлостью. Где-то там давно никто не жил. Может поэтому. А еще не работает телек. Точнее как нет пульта. И нету провода питания для приставки телевизионной. А так все супер. Холодос работает. Пиво охлаждается. Недолго прогулявшись по ночному вечернему Котору. Зашли перекусить. Перед этим сняв денег в лекомате. Потому что мы обсохли что-то в Албании. И взяли вот такую вот штуку. Это чавапчичи в булке. Все такие колбаски. В булке. Типа гамбургера что-то. На гриле. Ну и по пивасику. Чтобы так сказать. Закрепить. Впечатление. Ну что давай. За Албанию. Ну все. Выписались из хостела. Хостел ну такой себе. Расположение вообще огонь. Сама внутрянка тоже крутая. Ну каких-то мелочей не хватает. Пульта, телека. Кабеля для приставки. Мыла даже нет. Ну а так в общем все ништяк. Ну и оценка у него 8,4. Ну а сейчас прыгаем в тачку. Едем в аэропорт. На пути начало заправиться. Помыть ее. И сдать. Погода, конечно, супер. Не скажешь даже, что сейчас февраль. Такс. Побежали денежки. Все, намыли красавицу. Как и была. Ну что, друзья. Вот и закончилось наше мини-путешествие по Балканам. Что сказать. Ну все было очень круто. Мне очень понравилось. Даже Албания. В принципе, я ожидал, что будет лучше, но Албания есть Албания. Туда стоит съездить. Ради хотя бы просто галочки там побывать. Ну все. Что у нас было. Хорватия, Босния, Черногория, Албания. Больше всего, конечно, понравилась Босния мне. Спокойная, тихая, уютная. Страна такая. Все прилично, все цивильно. И цены дешевые. Так что круто. Дубровник. Ну Дубровник, он такой, мне кажется, больше распиарен, чем есть на самом деле. Ничем не лучше, наверное, того же Котора, той же Будвы, старый город, я имею в виду. А остальной город, ну обычный порт. Ничего такого там сверхъестественного нет. Так что Балканы стоит, чтобы их посетить. А мы так же прилетели, улетаем из Тивата. Все. Балканы супер. Все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин